Только я ведь в эти постоянство. До каких пор пока Господь данный вопрос не решит, я бы сделал так, я всем так советую. Вот, например, вот люди приходят, бачку, нам нечаянно радо заказать молиться. У нас нет детей, он как, забеременела, там, люди родили, а теперь молиться. Зачем? Вы же получили, просили. Вот, получил, просили, еще раз просчитать, благодаря только Господу. Только благодаря. И? Точка. А потом молиться надо. Но молиться вообще, конечно, надо. Всегда. А во-вторых, вот так-то, по проблемам-то. Ну, ответ, наверное, будет для всех одинаковый. Мы сами такие талантливые все. Удивительно творческие личности. Мы на себя наляпываем новых проблем. Обязательно. Обязательно. И тогда и ни одну проблему. Ну, пресс-мэйс, наверное, придется. Может, когда-то Господь научит уже не только на данный грабли наступать, а вообще на грабли наступать. В этом и смысл, конечно, главный. Но только что очень важно из опыта своего и других. Какая-то радость и какое счастье. Жить и не знать, а переживать внутренне, опытно Господь рядышком. Как Он любит. Что Он делает для меня. Я, оказывается, так дорог Ему. И при этом только одно чувство у меня в душе. Господи, как же теперь тебя отблагодарить за всю твою любовь-то, а? А что мне сделать, чтобы твое сердце порналось обо мне, как мой радуется тебе? Только один вопрос встает. Самый главный. Спасибо. Спасибо. Спасибо.